Друзья, добрый час! Это небольшой обзор про те свечи, которые мы обычно называем резонаторами. Таких свечей у нас основных пять. Первый резонатор – это красная свеча, второй резонатор – белая, третий – синяя, затем жёлтая и зелёная свеча. Конечно, вы встречаете свечи разнообразных оттенков, но именно эти являются основными резонаторами для активации энергии дня. Что такое резонаторы, что с ними делать и как с ними взаимодействовать, я, друзья, рассказываю на курсе «Белого волшебника». На этом курсе у нас 12 уроков. Курс стоит 2500 рублей. Вы можете записаться на этот курс, пройти его и изучить. А сейчас я скажу лишь в двух словах. Красный резонатор – это начало, старт, зарождение. Белый резонатор – это очищение и соединение. Синий резонатор – это трансформация и переход в другое качество. Жёлтый резонатор – это результативность и изобилие, достаток. И зелёный резонатор – это открытые возможности и открытые двери. Это довольно специфичная, другая система координат. Это не то, что мы обычно с вами привыкли понимать про оттенки цвета. Они действительно важны для любых волшебных или магических действий. Поэтому искренне рекомендую прийти на курс, изучить его. Согласитесь, 12 уроков за 2500 ты сможешь работать с резонаторами. И там ещё на этом курсе я даю техники, как можно улучшить вашу жизнь во всех её сферах. Это совершенно доступная цена, поэтому приглашаю, рекомендую. Кстати, установлена у нас сейчас на подсвечнике фиолетовая свеча. И она про то, что у нас фиолетовый – это соединение синего и красного резонатора. Синий и красный даёт нам, вот как фиолетовый оттенок, даёт нам возможности для просмотров, для того, чтобы активировать видение, ясновидение, сновидение, там третий глаз и так далее. И когда, например, я делаю просмотры на рунах, на таро, кстати, если кого-то интересует, обращайтесь, пожалуйста, я делаю расклады, предсказания, диагностики, прогнозы, то я чаще всего люблю зажигать именно фиолетовую свечу. Ну, с ней очень легко и комфортно, прочищаются все медиумные каналы, идёт информация такая очень приятная, комфортная, понятная. Так что, друзья, рекомендую и вам, если вы практикуете работу с таро или с рунами, или с какими-то другими мантическими системами, то в этом случае использовать именно фиолетовую свечу. Кстати, обратите внимание, какие у меня резонаторы очень красивые и интересные. Если вам нравится, вы можете заказать здесь золотом тиснение виноградной лозы. А виноградная лоза – это всегда символ про изобилие, процветание, радость, благополучие и достаток. Если интересует, пожалуйста, заказывайте. Найдите меня по ссылочке в описании к этому видео. В инфобоксе я оставлю, как со мной связаться. Пожалуйста, записывайтесь и подписывайтесь на YouTube-канал. И увидимся в следующих выпусках. Жду ваши вопросы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok